18 сентября работники Печорского лесозавода, которому исполняется 113 лет, отметят День леса. Накануне старшеклассники из второй школы побывали на уроке, где им рассказали о истории предприятия, а совсем скоро ребятам предоставится возможность проверить свои знания в тесте, инициатором которого является председатель собрания депутатов Неницкого округа Анатолий Мяндин. Сам тест ребята напишут уже завтра, а пока после развернутого урока по страницам Печорского лесозавода общаются с ветеранами, ведь самое лучшее и важное – это преемственность поколений. Многие из ветеранов проработали 30 и 40 лет и отдали всю жизнь родному предприятию. На заводе работали целые родовые династии. Борис Бородкин на лесозавод пришел следом за своим отцом. Ну вот, отец у меня был капитаном, значит, он брал меня с собой на бар, это, значит, грузили корабли печорской доской, вот сюда их не пускали, а туда, значит, наши баржи были, общежития туда рабочих возили, ну и лес туда, пил овощник тоже. Ну вот там я с отцом и познакомился, и мне понравилось, что отец у меня капитан, и вот, когда я работал, я вам рассказывал, что хотел таким быть, как отец. В свое время Печорский лесозавод, или, как он назывался раньше, Стелла Палари, являлся градообразующим. На нем работало более полутора тысяч человек, и оно выпускало знаменитую печорскую доску, которая была востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. Хранят память о заводе и деревянные дома, в которых проживают жители Наринмара и сел. Чтобы сохранить историю о Печорском лесозаводе, мы решили организовать тест для старших школьников, школу номер два, там, где как раз школа располагается, на улице Заводской, микрорайонный лесозавод. С помощью ветеранов лесозавода были подготовлены вопросы по истории Печорского лесозавода, но перед проведением теста мы еще проведем лекцию для старшеклассников, с тем, чтобы вести их, так сказать, в курс, в историю, да, и с тем, чтобы их заинтересовать в дальнейшей своей, будем так, краеведческой работе, чтобы они поспрашивали своих дедушек, бабушек, кто работал на этом заводе, какую продукцию выпускал лесозавод, какие люди там работали. История образования самой лесозаводской школы напрямую связана с лесозаводом и уходит своими корнями в 1905 год. Член правления товарищества лесопильного завода Стелла Палари Мартин Ульсен послал в Архангельский епархиальный училищный совет прошение об открытии при заводе церковно-приходской школы. В 1905 году эта школа была открыта.